По инициативе Ленинского района отделение боевое братство в поселке Володарского стартовала акция реставрация мест погребения выдающихся жителей поселения. А начать решили с могилы революционера, участника Первой мировой войны Егора Принцева, который ушел из жизни более полувека назад. 17 ноября на кладбище поселка Володарского состоялась церемония памяти Егора Ивановича. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Егор Иванович Принцев родился в далеком 1882 году и уже в возрасте 12 лет пошел работать на фабрику поселка Володарского. Он всегда был человеком активным, принимал непосредственное участие в революции и гражданской войне. Он боролся за справедливость, за равенство в обществе. После тех событий Егор Иванович еще многое сделал для поселения. Коренные жители до сих пор помнят его как человека глубоко порядочного. Но, к сожалению, его могила пришла в негодность. Ухаживать за ней оказалось некому. Поэтому представители боевого братства поселка Володарского отправной точкой своей акции по реставрации мест захоронения, значимых для поселения людей, выбрали могилу Принцева. Мы максимально как-то хотели это приблизить, вот это наше мероприятие, вот опять же к патриотизму. Чтобы дети видели, понимали, что взрослый не просто там, знаете, там отработал домой и ничто никому не интересно. А все-таки, что есть у нас в поселке люди, которые переживают в целом, что творится в мире, да, в стране и хотят, вот, может быть, это покажется красивые пафосные слова, опять же повторяюсь, чтобы не угасало в нас чувство патриотизма и любви к родине. Это самое важное, самое главное. В мероприятии приняли участие местные жители, члены Совета ветеранов поселения, депутаты, представители боевого братства и, конечно, молодежь. Ученики старших классов школы поселка Володарского внимали все слова старших о патриотизме, любви к родине и чувстве долга. Ведь для них это не пустой звук, они чтят подвиг своих предков и, по примеру, дедов, готовы защищать родную землю. Было сказано очень много слов, и мы достаточно хорошо понимаем о том, что надо чтить память погибших людей, потому что они воевали ради нас, чтобы мы хорошо жили в будущем и нынешнем. Надо знать те, кто воевал за нас, надо знать имена. Члены боевого братства намерены и дальше продолжать реализовывать такие благие дела. И следующее место захоронения, которое подвергнет реставрации, могила первого директора Володарской текстильной фабрики Меркулова. Юлия Погосян и Адам Елена Кошлева. Видное ТВ.